Юные правозащитники со всех регионов страны встретились на единственной в мире детской пограничной заставе в Орленке. Центр ежегодно принимает на базе детского лагеря «Дозорный» более 50 победителей всероссийского конкурса, который проводится Федеральной службой судебных приставов России. Цель конкурса – патриотическое воспитание и профессиональная ориентация подрастающего поколения. Как проходят детские армейские будни, смотрите далее в материале. Ребята из караульного отряда каждый день заступают на дежурство. Они проверяют пропуск и узнают цель визита. Сегодня на посту Алексей. Участником этой смены он стал не случайно. Я очень люблю военную тематику. Мне нравятся все военные игры. Я в будущем хочу стать военным. Я хочу защищать Родину. С атмосферой военной жизни знакомятся 180 ребят. В программе – занятия по строевой, общевойсковой и огневой подготовке. Также они учатся ориентироваться на местности, читать топографические карты, вязать узлы и ставить палатки. Полученные знания по туризму ребятам пригодятся уже через несколько дней, когда они пойдут в трехдневный поход. Берете правую и налево накладываете. Либо можно сделать петельку, завернуть вот так и засунуть опять же в петельку. Полезного много. Всякие разные узлы, способы установления палаток. Любой с родителями выезд куда-нибудь. То есть палатку как поставить, я знаю, костры разжигать. Боковой удар ногой в ведро. Прием. Своим профессиональным опытом с ребятами делятся сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов России по Краснодарскому краю. Они проводят для ребят мастер-классы, где рассказывают об особенностях своей работы и знакомят с приемами рукопашного боя. Мы обязаны воспитывать молодежь в духе военного патриотизма. Дети очень заинтересованы, задают очень много вопросов, особенно в разделе рукопашного боя. Им интересно смотреть, как выполняются приемы от ножа, от пистолета, защитные действия. Пистолет Макарова тоже, все знаете, да? Пистолету почти 50 лет. Что, как, зачем? На эти и другие интересующие детей вопросы на выставке стрелкового оружия отвечают бойцы группы быстрого реагирования. Здесь многие ребята впервые увидели такой боевой арсенал. Мне это все нравится, особенно, как мы разбираем пистолет. Первый раз вижу настоящее оружие. Я умею разбирать, собирать, мы разбирали уже, собирали. А вот этот мне интересно очень посмотреть. Мне все понравилось. Мне очень нравится разбирать автомат. Я уже умею, но не очень умею так разбирать автомат. Шлем, разгрузочный жилет, бронежилет – это только малая часть полноценной экипировки и вооружения спецназа судебных приставов Кубани. Именно с этими атрибутами сегодня знакомятся юные правозащитники. Впереди у орлят серьезные испытания. Им предстоит сдать зачеты по пройденным дисциплинам и принять участие в конкурсе «Строи песни». И по итогам экзаменов двое самых достойных получат право носить зеленый берет, как особый символ Федеральной службы судебных приставов России. Организаторы уверены, что эта специализированная смена помогает мальчишкам и девчонкам определиться с выбором будущей профессии и понять, нужно ли им идти по стопам родителей. Вообще, в будущем я хочу стать зубным врачом. Но вот сейчас просто у меня такое решение идет между профессиями.